Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Моя дочь в этом году закончила школу. Скажите, пожалуйста, куда нам пойти учиться? Она до сих пор не может определиться. Меня это пугает. Какое направление нам выбрать? Такой вот странный немножечко вопрос с точки зрения того, что не совсем он, наверное, к психологам обращен. Больше этот вопрос, наверное, всё-таки знаю профориентирование. И, соответственно, здесь очень важным, на мой взгляд, моментом является то, что вас пугает. Куда нам пойти учиться? Для меня, как для психолога, это означает, что вы находитесь в состоянии слияния своей дочерью, к сожалению. Для меня, как для психолога, это означает, что вы её, скорее всего, гиперопекаете. Вот. И, в общем-то, именно поэтому она не может выбрать, потому что, когда происходит слияние, то человек растворяется, в данном случае ваша дочь судьба всему растворяется в вас, и, соответственно, она не привыкла доверять себе и не привыкла прислушиваться к себе. Вы пишите, что вас пугает то, что она не знает, не может определиться. Давайте попробуем посмотреть, чем конкретно пугает это вас. Чем, чем пугает? Почему пугает? И, соответственно, в первую очередь, вам нужно здесь работать именно со своими страхами, которые у вас имеют место быть, потому что не должна дочь ваша, условно говоря, расплачиваться за ваши страхи, скажем так, своей жизнью. Это, на мой взгляд, не совсем справедливо по отношению к ней и уж совершенно точно не гуманно по отношению к ней. Вот. Надеюсь, что этот момент вы понимаете. Следующее. Следующее. Вам нужно изучить механизм конфлюенции. Вот. Механизм конфлюенции необходимо. Необходимо взнать, необходимо его увидеть, необходимо его заметить как явление, скажем так. В данном случае, да? Вы находитесь в слиянии, как я уже сказал. Вы находитесь в слиянии своей дочери. И, соответственно, у вас есть такое чувство, что, ну, вы с ней, ну, может быть, одно целое, да? То есть, вот, вы говорите даже, куда нам подключить. То есть, ваша задача здесь, в первую очередь, признать и увидеть, что не вы учитесь, а ваша дочь, что именно ей нужно сделать выборы. И, соответственно, если она его сейчас сделать не готова, то, значит, так тому и быть. И, соответственно, давить на неё не является сколько-нибудь хорошим решением. А вам необходимо учиться брать ответственность за свои страхи, за свои страхи, которые у вас есть. Задайте вопрос себе. Почему или чем вас пугает то, что ваша дочь не определилась? То есть, вот, можете ли вы ответить себе на этот вопрос? Можете ли вы себе честно в этом признаться? Почему вас пугает то, что ваша дочь не определилась, куда ей, значит, поступать? Да? Вот. Давайте попробуем ответить на этот вопрос, потому что, вероятнее всего, вероятнее всего, вашего ребёнка подавляет, в частности, именно ваш страх, который есть у вас естественно. Да? Понимаете? Почему в данном случае заключается неприятный момент? То есть, вы чего-то боитесь, а ваша дочь, значит, она в этом смысле чувствует ваш страх, вот, и, соответственно, он её подавляет и дезморализует. Ну, а само собой, не боятся, не боятся, не боятся. Так что от дочери получается много чего зависит. Ну, вот, от вашей дочери много чего зависит. Вот. И в этом смысле вам необходимо простраивать как раз таки личные границы между вами и дочерью. Вот. А сейчас, как вы понимаете, ни о каких личных границах речь не идёт. Там и спал. Сколько вашей дочери сейчас лет? Да? Сколько ей лет? Ну, уже достаточно взрослая. Ну, вот она, я думаю, в совершеннолетний раз уже закончила школу. Вот. И в любом случае, даже весла, ей ещё нет. Восемнадцать, а то всё равно вы очень сильно вредите ей тем, что стараетесь решить за неё. Всё. Вот. То есть я надеюсь, что этот момент будет вам понятным. То есть вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, мы здесь сталкиваемся именно вот с такой проблематикой, именно с таким феноменом мы здесь сталкиваемся. И как психология в первую очередь обращаем внимание. Если удастся немножечко, скажем так, скажем так, дистанцировать вас от дочери, то если получится это сделать, то ваша дочь почувствовала некоторую свободу, некоторое такое пространство личное, по-видимому сможет для себя так и решить, что ей делать, ну, на кого я буду учиться. Вот. Просто решать, на кого я буду учиться, может человек свободный, может человек самостоятельный, но не может человек самостоятельный, который находится под влиянием или контролем. А сейчас ваша дочь находится под влиянием, потому что вы спрашиваете, куда нам пойти учиться. И вас не смущает тот факт, что вы пугаетесь того, что ваша дочь не определилась. Вот. То есть, ну, вас это вот не пугает. Поэтому я бы задал бы себе вопрос, значит, вопрос, который звучит следующее, 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 следующее образом. А именно, чего я хочу для своей дочери. Вот. Ну, то есть, вот, скажем так, скажем так, ну, буквально, чего я хочу для неё. А чего я хочу для себя. Чем честнее вы ответите себе на эти вопросы, именно чем честнее вы сможете себе на них ответить, тем вы сможете лучше увидеть потенциал для дальнейшего развития отношений с вашей дочерью. Ну и наконец, пожалуй, последнее, о чем бы я хотел сейчас сказать. Почему вы решили, или как вы пришли к такому выводу, к такому умозаключению, что мы знаем, куда идти ваш дочерью, если вы даже не представили никаких данных про неё. Из чего я могу сделать вывод о том, что, возможно, вам важно, чтобы дочь выбрала ту профессию, которая ей была бы интересна, которая бы ей нравилась. А вам самое главное, чтобы она выбрала хоть что-то, и что получилось хоть где-то. Если я не прав, я могу ошибаться. Я буду рад, если вы опроверните мои предположения. Но, вместе с тем, при опровержении моего предположения, обязательно постарайтесь увидеть, что именно вы опровергаете. То есть, иными словами, вы опровергаете, точнее, почему вы опровергаете? Из страха, может быть, или вы опровергаете из, допустим, из злости, или, может быть, ещё из чего-то. Да? Вот. А память, пожалуйста, что, ну, лично, для меня, да, не так, важно, если честно, что-то вам стараться доказать. Да? Вот. То есть, мне это не нужно что-либо вам доказывать. Ну, я хотел бы, чтобы это было максимально честно. Вот. И хочется отдельно сказать, что вот, все, что вы сейчас делаете вот из, ну, например, из вот этого, скажем так, из, из чистого страха, да, вот то, что вы делаете сейчас, например. Это вы делаете не во благо своей души, к сожалению. то есть, вот, просто имейте, пожалуйста, это в виду. дочь ваша, от этого, взяв, к сожалению, только продавать. И если вы не хотите, чтобы ваша души продала, то я порекомендовал изменить свою модель поведения, прислушиваться к психологам, пройти психотерапию, вот. Может быть, даже вместе с дочерью, то есть, вы вместе с дочерью можете обратиться на психотерапию и спокойненько разобраться во всем. И можете это сделать, вы можете это сделать и одна. вот. То есть, это не является, не является какой-то, ну, проблемой. Главное, чтобы вот вы, ну, чтобы вы хотели этим заниматься, чтобы вы увидели проблему, которая существует, вот. И проблема, ну, скажем, скажем так, достаточно серьезная, вот. именно в силу того, что оказывается значительное влияние на будущую жизнь человека. Вот. Значит, ваша тревога корректируется, ваша тревога оккупируется. Это все решаемо. Обращайтесь, всего вам самого доброго. За обратную связь буду благодарен. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! 1 3 4 5 6 7 6 обновização erstmal 10 Продолжение следует...